Сельское поселение Орловский сельсовет Сельское поселение Орловский сельское поселение Сельское поселение Орловский сельсовет богат на придорожную территорию. Благодаря данному трактору были выкашены придорожные полосы от границы Ижболдина до границы Итхеневского сельсовета и до границы Осавдебарского сельсовета по Ташлинской дороге. Также в декабре 2019 года мы восстановили имеющуюся на балансе сельского поселения пожарную машину ГАЗ-66. Данная машина была полностью восстановлена на базе пожарно-спасательной части 109 города Инаула. И она находится в исправном состоянии. Единственная проблема, она у нас находится пока в холодном боксе, но данную проблему мы решаем. Также в осени 2019 года в деревне Игровка по программе поддержки местных советов была приобретена детско-спортивная площадка. В данном населенном понте вообще отсутствовали какие-либо развлекательные учреждения для детей. И благодаря данному проекту появилась такая довольно-таки хорошая площадка. И дети очень довольны. Также в целях противопожарной безопасности в селе Орловка мы выполнили работу по благоустройству пирса. В деревне Петровка был выполнен ремонт и гравирование общей протяженностью 700 метров. Ранее там дорога находилась в аварийном состоянии, так скажем. Также в рамках к 70-летию Победы Великой Отечественной войне территория мемориала в селе Орловка была полностью произведен ремонт забора. Построен новый забор. Также в рамках 70-летия Победы на центральной клумбе в селе Орловка был установлен аншлаг, где разместились фотографии ветеранов Великой Отечественной войны со всех населенных пунктов сельского поселения. Также в рамках подготовки к 70-летию Победы Великой Отечественной войны в населенных пунктах деревни Игровка и деревни Петровка были установлены мини-стеллы-мемориалы. Ранее в данных населенных пунктах вообще какие-либо стеллы к Дню Победы отсутствовали. Все это было произведено силами жителей населенных пунктов деревни Игровка и деревни Петровка. На собрание граждан была вынесена такая инициатива и мы ее реализовали. Ко Дню Победы у нас уже в деревне Игровка и деревне Петровка данные стеллы были установлены. Постоянно за данными стеллами мы осуществляем уход. Территория обкашивается, приводится в порядок. В деревне Петровка территорию мемориала мы полностью огородили и уложили плитку в ход. В деревне Игровка были посажены разбитые клумбы и также производится постоянно уход. В рамках благоустройства территории сельского поселения в год эстетики населенных пунктов в деревне Емьеды был полностью заменен забор, лицевая часть. Она была вообще в аварийном состоянии, в ужасном состоянии. Мы ее полностью огородили и теперь кладбище приняло уже другой облик. Отрадно то, что в 2020 году по реализации программы «Реальные дела» в населенных пунктах деревни Игровка, деревни Петровка и деревни Никойск были установлены остановочные павильоны. Отмечу, что ранее школьникам приходилось ждать автобус в различных погодных условиях под открытым небом. Это и дождь, и ветер, и сильные заносы зимой. А теперь школьники безопасно могут стоять, ждать автобусов в этих павильонах. Это для нас тоже, конечно, отрадно и приятно, потому что дети теперь уже, скажем, под защитой. Также в рамках года эстетики мы установили заборы на красных линиях. Это в центре села Орловка у нас находится административное здание. Там были ворота в ужасном состоянии. Мы полностью заменили фасад здания. В рамках акции «Зеленая башкирия» в Орловке появилась аллея доброты на роднике «Холодный ключ». В парке деревни Игровка у нас появилась аллея мира. А в рамках акции Всероссийской политической партии «Единая Россия и лес Победы» в сентябре текущего года у нас появилась аллея Победы. В деревне Игровка по реализации национального проекта здравоохранения появился новый фельдшерский акушерский пункт, чего долгие годы ждали жители деревни Игровка и деревни Никойск. Почему долго ждали? Потому что ФАП находился в таком аварийном состоянии, что там работать фельдшеру было просто невыносимо. Поэтому в сентябре текущего года мы произвели полностью коммуникацию. Это мы провели шамбо, колодец, полностью оградили фасад здания и подъездный путь провели. Поэтому сейчас наш фельдшерский акушерский пункт полностью готов к уционированию, чему мы очень рады. Также, если говорить небольшие работы, но тем не менее они значащие, в рамках года эстетики населенных пунктов были заменены аншлаги на границе с Иткинеевским сельским поселением и с Ижболдинским сельским поселением. Также были установлены аншлаги, ранее отсутствующие в населенных пунктах деревни Игровка и деревни Емведы. Установлены четыре площадки для крупногабаритных отходов в населенных пунктах Игровка, Никольск, Орловка и Петровка. В данное время составлен договор и на данной контейнерной площадке будут установлены навесы, появится крыша. На территории сельского поселения регулярно проводятся субботники. Они проводятся не только в рамках каких-то акций, а у нас активные жители деревни Игровка и деревни Петровка, нужно отметить, они самоорганизовываются и выходят на субботники. Так, жителями деревни Игровка были выпилены все кустарники по всему населенному пункту. Два дня они выходили по своей инициативе и полностью населенный пункт привели в порядок. То же самое Петровка. Чтобы дорога просыхала в целях безопасности дорожного движения, им были выпилены кустарники от деревни Петровка, дорогу в сторону асфальта. А в целом, как оцениваете активность жителей? Насколько они участвуют в мероприятиях? Насколько интересуются жизнью сельского поселения? Нужно отметить, что жители сельского поселения Орловский сельсовет очень активны и инициативны. Они, значит, тесно сотрудничают с администрацией сельского поселения. У нас очень тесно работает женсовет, у нас работает административная комиссия, у нас работает социально-профилактический центр. Все комиссии задействованы. У нас очень активные старосты. Хотелось бы отметить старосту деревни Игровка, деревни Петровка и села Орловка. Они постоянно обращаются в администрацию с теми или иными наболевшими вопросами. Мы вместе сообща решаем данные вопросы при помощи депутатского корпуса. Население активное, не пассивное. Это очень радует, потому что если население заинтересовано в благоустройстве территории сельского поселения, в решении тех или иных вопросов, и работа спорится сообща. В 2020 году нам наконец-то удалось достучаться до управления дорожного хозяйства, до Государственного комитета Республики Башкасан по дорожному хозяйству и транспорту, в чем ведении находится аварийный мост, который находится в селе Орловка на реке Буста. В сентябре 2020 года силами работников Иноульского ДРСУ было завершено строительство обездной дороги через реку Буста в селе Орловка, закрыт аварийный мост. И теперь мы смело можем не бояться того, что аварийный мост рухнет и произойдет какое-то ЧП. Почему? Потому что данный мост является единственной дорогой для проезда в населенный пункт деревни Емьеды. В случае его обрушения будет отрезан проезд ко всем социальным объектам, так как они находятся на улице Центральной в селе Орловка. По данному мосту ранее доставлялось топливо в школу села Орловка. Ежедневно в учебное время неоднократно совершает свой рейс школьный автобус, поэтому мост для нас очень нужен и важен. И нам удалось наконец-таки достучаться до вышестоящих инстанций. Мы очень рады. Работы по данному мосту уже начаты. Проект выиграл, тендер для осуществления работ строительства моста выиграла уфимская организация Уралдор Транс. Они с нами находятся в постоянном контакте. И буквально вчера они нам звонили, уточняли некоторые данные. И еще раз мы спросили, чтобы убедиться, работы ведутся. Да, ведутся, они нас заверили. Поэтому огромную работу благодаря администрации района, благодаря депутатскому корпусу, благодаря населению сельского поселения, с кем мы неоднократно обращались в управление дорожного хозяйства, нам наконец-таки досталось достучаться. Обездная дорога у нас уже есть. Аварийный мост закрыт, и теперь мы с нетерпением будем ждать строительства моста. Как нам обещали до 2022 года? Этот год, связанный с пандемией, как-то сказалось на жизнь сельского поселения. Что-то, возможно, отложилось, либо наоборот, в текущем режиме все работало. Нужно сказать, что пандемия все равно сыграла на жизнедеятельность сельского поселения. Первое время, когда это началось в марте, жители, естественно, все сидели на самоизоляции. Работала только администрация сельского поселения и наши фельдшерские пункты. Естественно, люди соблюдали все требования. В селе Орловка и вообще во всех населенных пунктах жители ходили в масках. Соблюдали масочный режим, перчаточный режим. Но, к нашему счастью, заразившихся и болевших у нас не зафиксировано. Работа также, конечно, продолжается. Все меры соблюдаются. Администрация сельского поселения производится информирование населения. В 2020 году по участию в конкурсе «Трезвое село-2020» от сельского поселения Орловский сельсовет мы выставили село Орловка. Был утвержден план мероприятий. Регулярно у нас еженедельно проводится одно-два мероприятия. Активно в мероприятиях участвуют как дошкольное население, так и люди старшего поколения. Мероприятия проводятся различные. Это и квесты, это и профилактическая работа, это и посещение многодетных, малообеспеченных на дому рейды. Это и на природе мероприятия у нас проводятся. Концерты, конечно, мы не проводим. Это волейбол и баскетбол, и спортивного рода мероприятия. В общем, мы охватываем различные виды мероприятий. В мероприятиях участвуют активно, понимают, поддерживают данную позицию. Население благодаря данному конкурсу задумалось, призадумалось. Если в Орловке, не буду скрывать, ранее были точки продажи суррогатной продукции, то сейчас люди призадумались и остановились. Потому что мы с представителями ОВД неоднократно совершаем рейды. Народ уже задумался и решили, что все-таки это наказуемо, и приостановили свою деятельность. В 2020 году сельское поселение Орловский сельсовет также участвовало в конкурсе на лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан в номинации «Укрепление межнационального согласия и мира». Участие в этом конкурсе дает толчок для развития вперед. Почему? Потому что ты оцениваешь свою работу, ты понимаешь, что ты можешь больше, а больше ты можешь делать для населения, это приобретая новые навыки, новые какие-то практики. Естественно, участие в данном конкурсе – это нужно, это необходимо. По программе поддержки местных санитив 2020 года мы заявились с проектом приобретения прицепного и навесного оборудования для трактора МТЗ-82. Данный проект мы выиграли с достаточно хорошим баллом, мы набрали 98 баллов. И сейчас, значит, нами заключен договор с Челябинском. На днях нам должны привезти оборудование – это плуг, прицеп и лопата. Вообще этот выбор чем обоснован? Почему жители решили именно эти? Выбор жителей пал для именно приобретения прицепного и навесного оборудования для трактора МТЗ-82. Было глупо не воспользоваться, потому как в сельское поселение был приобретен данный трактор для нужбы благоустройства сельского поселения. Это, опять-таки, противопожарная безопасность, опашка. Опять-таки, это прицеп нам необходим для того, чтобы совершать какие-то работы по благоустройству. То же самое, гравий перевозить или субботники проводить. Вещь необходимая и нужная. А лопата была приобретена с той целью, чтобы очистку дорог в зимнее время проводить собственными силами. Жители это понимают. Они понимают, что территорию нужно облагораживать. Сейчас в сельском поселении есть какие-то сложные, наболевшие вопросы, которые требуют своего решения? Вопросов в сельском поселении достаточно много. Проблем у нас хватает. Я озвучу самые большие. Это, во-первых, газификация села Орловка с помощью отдела промышленности и администрации района. Нами в начале года была составлена заявка и отправлена в Уфу в соответствующие организации. Мы понимаем, что это дело не одного года, но мы согласны ждать и надеемся на лучшее. Также большой проблемой для нас является эта дорога-подъезд к селу Орловка. От асфальта до Орловка. По данной дороге мы также обращались неоднократно в Управление дорожного хозяйства и в Государственный комитет Республики Башкортостан по дорожному транспорту и хозяйству. На что мы получили ответ, что данная дорога включена в проект до 2024 года. А это значит, что у нас есть надежда и дорога у нас будет. Также у нас остается проблема. Это ремонт аварийных дорог деревни Никольск и деревни Игровка. Также нам нужно обустроить родники, имеющиеся на территории сельского поселения. Их два. Они не благоустроены, а это тоже очень значимо для населения. Также у нас в планах благоустроить пирс в деревне Игровка. У нас отсутствуют детские площадки в населенных пунктах деревни Игровка и деревни Петровка. Также в планах установить там детско-спортивные площадки. В сельском поселении Орловский сельсовет имеется два здания начальной школы, которые уже не функционируют. Что касается здания начальной школы деревни Игровка, мы провели оценку, выставили на торги. Есть желающие приобрести данную школу для гаража. Что касается здания начальной школы Петровки, она находится в хорошем состоянии. И в планах перевести сельский клуб Петровка в здание начальной школы. Поэтому мы надежды не теряем. Работы очень много. Будем работать, засучив рукава. Естественно, открытым остается вопрос уличного освещения. Уличных точек, имеющихся 56 в данное время в сельском поселении, этого недостаточно. На 2021 год по программе «Реальные дела» мы запланировали уличное освещение во всех населенных пунктах сельского поселения увеличить. Вопросов очень много. Открытым остается вопрос с пожарным депо. Пожарная машина у нас находится в холодном боксе. Мы планируем провести работы для того, чтобы в имеющееся пожарное депо пустить тепло. Но я думаю, нам это по силам и все получится. В планах у нас обустройство территории парка в деревне Игровка – это полностью замена аварийного забора на новый. Но я думаю, то, что задумано нами на 2021 год и ближайшие годы, общими усилиями мы справимся. По мере возможности бюджета сельского поселения, все данные работы выполним. И, естественно, если у жителей будут какие-то пожелания в плане благоустройства территории сельского поселения, мы это все будем учитывать и осуществлять, воплощать в реальность. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечала глава сельского поселения Орловский сельсовет Любовь Шамшурина. Спасибо за внимание. До свидания. Мама, какой классный подарок! Мы выбрали Марье Петровне на День Учителя. А мне носок останется? Конечно! И на сок, и на шоколадку. Мы же закупаемся в находке. Кофе-жокей 99, конфеты Мерси 139, плед 799 рублей. Позволь себе больше за меньшие деньги. Акция действительно до 5 октября. Подробности у консультантов. Янаульскому телевидению требуется оператор эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 5 0402 5 99 95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 5 0402 5 28 71. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения – 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить навсегда. Давай, шеф. На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. По техническим причинам просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. Подвигу там телефон. У меня самолет. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...